За неделю на дорогах Уссуриска полицейские зарегистрировали 52 дорожно-транспортных происшествия. Пострадали 8 человек, двое травмированных дети. Одно ДТП закончилось трагически. В понедельник, 21 января, можно объявлять днем пешехода. На дорогах травмированы трое прохожих. Первое ДТП зарегистрировано в 11 утра. На придомовой территории автомобилист двигался задним ходом и не заметил человека. Мужчина стоял на прилегающей к Некрасово 210 территории. Как следствие невнимательности наезд и серьезные травмы у пострадавшего. Сотрясением головного мозга и открытыми переломами ног мужчина доставлен в больницу. В следующем наезде пострадала 17-летняя девушка. Пешеход пересекала проезжую часть по зебре. Автомобилистка не пропустила пешего участника движения. В этом ДТП травмы у пострадавшей менее серьезные. А следующая встреча пешехода и автомобилиста закончилась больничной палатой. На улице Комсомольской водитель не пропустил мужчину. Сотрясением мозга, ранами головы, брюшной и поясничной областей пострадавший госпитализирован. Череда печальных происшествий продолжилась и во вторник. В 10 часов вечера на улице Ленинградской автомобилист наехал на пешехода. Пожилая женщина переходила проезжую часть по зебре и почти дошла до тротуара. Удар оказался смертельным. На улицу Раковскую не поделили два автомобилиста. Водитель Тойоты Сурф нарушил правила и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Ниссаном. В этом ДТП травмирован зачинщик аварии. В течение недели на дорогах города фиксировали мелкие ДТП, а в субботу вновь наезд на пешехода. Водитель Приуса двигался по Ленина и не успел среагировать на внезапно появившегося мужчину, который пересекал улицу в неустановленном месте. Как выяснилось позже, пострадавший пытался свести счеты с жизнью, но отделался раной лица. Поздно ночью в воскресенье столкновение на гострассе. Водитель Тойоты Ипсум догнал большой груз. Удар оказался очень сильным. Виновник аварии с множественными переломами доставлен в городскую больницу. Как оказалось, рулевой Ипсума находился в состоянии алкогольного опьянения. Всего за неделю на дорогах города остановлено 15 любителей нетрезвой езды. А огни борца Уссурийска работали в усиленном режиме. Потушено более 30 возгораний сухой травы. В нескольких случаях искра с травы стала причиной сгоревших дачных домиков и сарая. В общежитиях Погорького дважды за неделю горел мусор. В обоих случаях площадь возгорания незначительная. Но сильное задымление потребовало вмешательства спецсредств. В зданиях проводили эвакуацию. Плохо потушенная на балконе сигарета привела к возгоранию на улице Промышленной. В итоге пострадали две квартиры. Балконы второго и третьего этажей необходимо восстанавливать. Огнеборцы Уссурийска напоминают, в округе действует особый противопожарный режим. Разводить костры строго запрещено. Подобные действия караются крупными штрафами. На физических лиц это 2000 рублей, на должностных от 15, а на юридических от 200. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова